МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Одна из ключевых тем на повестке дня – бюджетная политика. Детали Михаил Игнатьев обсудил накануне с членами Кабинета министров республики. Какие дотации будут получать регионы в последующие три года? Эту тему члены правительства и главы субъектов обсуждают не в первый раз. Главный вопрос – отказаться или нет от модельного бюджета. Михаил Игнатьев среди тех, кто поддерживает эту инициативу. Против выступают регионы-доноры. Регионы, те, которые имеют на самом деле углеводороды, вместе с скважиной, другие драгоценности, сегодня спорят очень сильно, отстаивают свои интересы, чтобы мы отошли вообще на территорию Российской Федерации от модельного бюджета. Наша позиция была, она остается, чтобы поддерживать модельный бюджет, это для сведений, для учета говорю, с учетом того, что при этом подходе Чувашская республика выигрывала за последние два года и выигрывает. Люди, живущие на тех территориях или в тех субъектах, где нет на самом деле природной драгоценности, они не виноваты, по сути дела. Чтобы нарастить бюджетный потенциал, в правительстве страны намерены передать регионам акцизы на нефтепродукты. Их предлагают направлять на ремонт дорог. Об этом президент говорил, здесь сумма потихонечку в процентном отношении будет увеличиваться, и по компенсации выпадающих доходов акцизы на алкоголь хотят передать, если сейчас на сегодня 50% от алкогольной продукции, от крепкой алкогольной продукции остается в регионах. Эту сумму хотят довести, или этот удельный вес в процентном отношении хотят довести до 85%. Члены правительственной комиссии обсуждают и пролонгацию налога на прибыль, из которого и формируется фонд дотации. Сумма одного процента, она формирует дотационный фонд. Только на следующий год планируемый объем формирования дотационного фонда за счет налога на прибыль это 142 миллиарда рублей. Регионы, которые сегодня получают дотацию с федерального бюджета, они выигрывают от этого решения. И соответственно мы даже предлагаем принять аналогичное решение, бессрочное. На сегодняшний день обсуждается пролонгация этого решения с 2021 года до 2024 года. Но в любом случае для нас это выгодное решение и мы от централизации данного налога только по прошлому году получили и текущему году более 2 миллиардов рублей. На повестке дня и передача полномочий Минздраву страны по закупке препаратов для пациентов с орфанными болезнями. На сегодняшний день достаточно серьезные расходы для региональных бюджетов только по нашей республике более 340 миллионов рублей. Соответственно федерация обсуждает возможность забирать 5 незалоги, самые дорогостоящие. Минздраву России сегодня нужно и нашему Минздраву более плотно работать. Именно мы заинтересованы, чтобы включили те заболевания, которые у нас имеются на территории республики. Окончательный ответ по передаче полномочий в федеральном ведомстве намерены дать в этом году. Медриковалев и Игорь Зверев. Республика. Нужно ли нам свое время и на какой эффект можно рассчитывать после увеличения пенсионного возраста? Выяснили депутаты государственного совета. В неочередную сессию посвятили этим двум темам. Один час по Москве и два часа по местному времени. Примерно так будет выглядеть современная хронология в Чувашии. Если, конечно, решение о переходе в другую часовую зону будет принято. Комитет госсовета собрал мнения и отзывы различных респондентов. Представители общественности, промышленности, бюджетной сферы здравоохранения, органов власти. Ответили 15 депутатов государственного совета за перевод. Пятеро против восемь. Двое не определились. Администрации муниципальных образований ответили. 16 за перевод. Два муниципальных образования против 13. Один не определился. Медицинские организации, самые крупные мы взяли ответы, дали они 11 ответов. Две организации за, против 9. Организации и предприятия Чувашской республики, тоже крупные, ответили 21. Предприятия и организации за, три против 17. Министр труда и социальной политики Чуваший Сергей Дмитриев привел несколько исторических фактов. Впервые на летнее время перешли еще в 1917 году в Советской России. Эта практика существовала 7 лет. Затем к вопросу вернулись в 1991 году уже в Новой России. И с тех пор тема исчисления времени поднимается регулярно. От себя добавим, в 1980-х годах Чувашия пыталась перейти на местное время плюс один час к московскому. Но быстро отказалась от этого. Сегодня те, кто предлагает переход в другую часовую зону, в которой, кстати, находится Ульяновск, мотивируют это тем, что пропадает один час светлого времени суток. Впрочем, и противников идеи тоже достаточно. Пока же депутаты приняли к сведению информацию о применении федерального закона, об исчислении времени и решили продолжить обсуждение. А вот проект о внесении изменений в федеральное пенсионное законодательство в часть увеличения пенсионного возраста госсовет Чуваший поддержал. Изменения в пенсионном законодательстве неизбежны. Это не чья-то прихоть. Основная цель увеличения возраста выхода на пенсию – это, прежде всего, увеличение размера пенсии. Увеличение размера пенсии должно быть выше, чем процент инфляции. Сейчас, если мы в последние годы планируем процент инфляции в пределах 4, значит, законопроектом предполагается увеличение, ежегодное увеличение пенсии больше, чем на 7-8%. Против повышения пенсионного возраста высказались руководители фракции госсовет, объяснив свое решение не голосовать за изменение законодательства, рядом причин и предложив свои варианты решения проблемы. Мы внимательно изучили тот проект, который был направлен и не увидели в нем абсолютно никаких четких объяснений, почему это нужно сделать именно сейчас. То есть буквально два года назад, буквально на последних выборах, которые прошли даже в марте буквально президентские, такой вопрос не поднимался и он актуальным не был. Откуда сейчас такая скорость, откуда сейчас именно такая нужда быстро принимать это решение, тут непонятно. Кроме того, в данном законопроекте нет ни слова о каком-то повышении пенсий в результате повышения пенсионного возраста, нет ни слова о гарантиях трудоустройства престарелых лиц или наоборот молодежи, которая может остаться без работы. Нет никакой информации о том, как будет проходить это переквалификация. Пенсия должна быть достойна в нашей стране. Наша страна лидер в наличии природных богатств. И есть три простых момента, как это сделать. Первое. Это ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Государство сразу соберет достаточно средств для того, чтобы оставить пенсионный возраст на том же месте. Второй момент. У нас регрессивная шкала сбора отчислений в пенсионный фонд. Это тоже надо восстановить социальную справедливость. Иначе получается, с больших у нас зарплат, с гигантских зарплат платят в процентном отношении по факту меньше, нежели простой работник, получающий 10 тысяч рублей. Ну и третье. Нужно не вести порядок в использовании государственных наших народных природных недр. Представитель «Справедливой России» был менее категоричен, однако и он предлагаемые изменения не поддержал. Если это уже на самом деле партии власти, правительством уже задумано, если будет это все, ну хотя бы людей подготавливайте, делайте плавные переходы, плавные, чтобы люди были к этому готовы. Понятно, что у нас провал, это, провал в кадрах у нас уже предприниматели и мы не можем платить пенсии, да, ну так получилось, да. Я думаю, что надо было просто это делать плавно и людей готовить постепенно. Большинством голосов Госсовет Чувашия все-таки поддержал проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам начисления и выплаты пенсии, в части повышения нормативного пенсионного возраста. Глава Чувашия потребовал в кратчайшие сроки разрешить споры вокруг дороги в микрорайоне Солнечный. Здесь один из застройщиков разобрал временную проезжую часть. На протяжении нескольких дней жильцы подъезжали к домам по грунтовке. С просьбой разрешить проблему жители микрорайона обратились к главе региона. Михаил Игнатьев потребовал урегулировать конфликт с застройщиками. Таким бредителем нельзя, конечно, быть. Вы какие меры сейчас приняли? Потому что обращение людей, они сейчас, имея информационные технологии, будут обращаться и в адрес руководства страны. Снять надо эту социальную напряженность. Мы обеспечили проезд со стороны дома трактора строителей 56, корпус 1. Совместно с заместителем прокурора Калининского района выезжали на место встречи с зрителями. Прокуратурой сейчас осуществляется проверка. Сейчас в администрации Чебокса решают вопрос со строительством постоянной дороги в микрорайон. В следующем году за счет федеральных средств республиканского городского бюджета будет построена дорога. То есть то, что можно, мы делаем и оказываем помощь и содействие. До того, как будет построена дорога, было соглашение и была договоренность между руководителем компанией Устра, Удача и администрацией города, что по землям строительной компании Устра будет проведена временная дорога для обеспечения жителей в этот микрорайон, для обеспечения проезда в этот микрорайон. Кольцо около рощи в Чебоксарах заработало в режиме турбо. Здесь нанесли новую дорожную разметку. По правой полосе только направо, по средней прямо и направо, по левой прямо и налево. Таков принцип работы турбокольца. Как показывает статистика, этот способ движения безопаснее. Так называемых конфликтных точек становится меньше и быстрее. За час по кольцу смогут проехать от 3 до 5 тысяч автомобилей. Данное предложение было высказано на комиссии по безопасности дорожного движения, было поддержано комиссией. Также был проведен опрос на сайте администрации города Чебоксары, исходя из которого 68% опрашиваемых поддержали эту идею. Посмотрим опыт внедрения здесь и, конечно же, да, при положительном опыте будем внедрять такую разметку, внедрять турбокольцо на других кольцах нашего города. Сложные операции делают и в наших клиниках. Сегодня врачи РКБ 4,5 часа в буквальном смысле латали поджелудочную железу. Количество подобных операций постоянно увеличивается. Лечебные учреждения наращивают объемы высокотехнологичной помощи. В Чебоксары все чаще приезжают пациенты из соседних регионов. Идет первый из четырех часов операции. Сложна она анатомически. Добраться до поджелудочной – это особая система. Кроме того, панкреатический или пищеварительный сок агрессивен. И здесь, как выражаются врачи, важна претензионность. Правильный стомос наложить, правильный шовный материал, да, все это делать ювелирно, чтобы это не развалилось. Резенсировать головку поджелудочной железы, при этом сохранить 12-перстную кишку, вскрыть на всем протяжении главный панкреатический проток и подшить к этой сформированной полости и протоку тощую кишку. Длина кишки должна быть не меньше 7 сантиметров. То есть это выкраивается, выкраивается, подшивается. Прежде чем праться за скальпель, все хирурги специализированного отделения РКБ прошли обучение и стажировку у признанных светил России и зарубежья. Уже несколько лет высокотехнологичные операции на поджелудочной в Чебоксарах делают наряду с ведущими клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода. Ставят на ноги пациентов местных и приезжих с осложненным и хроническим панкреатитом. Очень страшно болело с левой стороны лопаткой спина, кожа, очень сильно колело. На такую операцию даже все не берутся. Даже мне очень многие говорили, что Валентин Владимирович очень хороший врач, хирург. Вот именно он такими операциями занимается. Очень даже многие больные, что уходили с такими же диаграммами, что после операции все уже довольны. Подобные сложные операции врачи РКБ проводят до 100 раз в год. Это одна седьмая от общего количества всех хирургических вмешательств. На восстановление у пациентов уходит около трех месяцев. Высоко квалифицированные хирурги, обновленное оборудование, качественные расходные материалы. И как следствие, больше операций и больше здоровых пациентов. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Летняя подкова. В Новочебоксарске прошел фестиваль конного спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья. О плюсах ипотерапии в нашем материале. Вы ходите, вы здесь 5 секунд останавливаетесь, идете круг, потом вот эти зигзаги, а потом сюда, на финиш. На первый взгляд задание кажется несложным. Сесть на коня и аккуратно пройти через барьеры. С ним справится любой опытный наездник. Но для сегодняшних участников это настоящее испытание. Многие даже ходят с трудом. На старт приглашается Кюшков Сергей. На лошадку играет. Вольт, Змейка, Ковалетия. Эти элементы участники старались выполнить максимально чисто. Кто сам, а кто при помощи взрослых. Показать себя приехали около 100 ребят из разных регионов по Волжье. Я сегодня не приезжал. Думаю, приеду хорошо. Я проехал и очень жду, что мои результаты будут лучшими. Эти соревнования – часть ипотерапии. Многие ребята на коне не один месяц. Маленькая Юля из Ульяновской области ездит верхом два года. Первый день, конечно, испугалась. Но меня все-таки посадили. Только со мной сидели, инструктор сидел. А потом, когда я уже поняла, насколько это страшно, не страшно, уже все. Инструктор ушел, и я поехала одна в первый день. А потом, на следующий день уже было не очень страшно. Все лошади, можно сказать, разные. У одной такой характер, у другой такой. Ну, Маришка моя самая любимая лошадь. Определенный рост, крепкое телосложение, дружелюбный и терпеливый характер. Идеальное описание лошади для ипотерапии. Детки, когда садятся на лошадь, они начинают, у них координация движений появляется. Это любовь к лошади, также забота к ней. Когда они прикасаются, это уже чувство контакта. Абсолютно по-другому начинают детки реагировать. Начинаются мышцы, абсолютно другие работают. Такое средство реабилитации дает удивительные результаты. Два года ребеночек не мог сидеть самостоятельно. Подушки подкладывались. И в процессе работы через пять месяцев появились четкие, ясные слова, чего не было изначально. А на седьмом месяце ребенок шагает самостоятельно, без поддержки. Это для нас было счастьем, чудом. Среди участников проигравших нет. Преодолеть себя и свои страхи, сесть в седло и тем самым поверить в собственные силы. Это уже большая победа. Удивить блеском в глазах. Едва в школах закончились выпускные, как одиннадцатиклассникам надо снова готовиться к экзаменам. Вступительные испытания начались в творческих вузах. В Чувашском государственном институте культуры и искусств поступающие примеряют на себя одну из главных решающих ролей абитуриента. Экзамен хоть и проходит с песнями и танцами, но испытания это не из легких. С помощью пластики тела танцоры общаются со зрителями, доносят до них свои мысли и чувства. Но аплодисментов они сегодня не дождутся. На экзамене не положено. Строгие педагоги выставляют оценки за пластичность, музыкальность и даже эмоциональность. Я хотел раскрыть современную тему, то есть показал девушку и парня, как у них происходили отношения. То есть это взрыв эмоций, горе, печаль, счастье. По-любому каждый человек, как в юношеском возрасте, парень и девушка, хоть они разочаровываются, хоть что, они будут всегда вместе. То есть любовь еще остается в сердце. Так как я уже получил опыт в Чувашском республиканском училище культуры, я надеюсь, что институт подтянет, вытянет меня, более сделает сильнее и дальше я продвинусь только вперед. В экзаменационной комиссии ведущие педагоги в области культуры и искусства Чувашии, известные артисты и режиссеры драматических театров. Подготовка у большинства юных танцоров на высшем уровне, особенно у девушек. С 5-7 лет они занимаются танцами и гимнастикой. Я танцевала номер под названием «Зеркало души». Я решила выбрать эту музыку, потому что мне очень понравилась композиция. И пришло вдохновение, сама начала танцевать. Как таковой идеи у меня номера не было. Но танцуя здесь, перед членами жюри, я старалась показать, что именно через глаза можно передать все чувства и эмоции. Если на направлении хореография вряд ли примут человека без первоначальных танцевальных навыков, то на режиссуре комиссию можно взять штурмом, применив свою способность вызывать эмпатию. Прежде чем зайти в аудиторию, кто-то разминает мимику и голос, кто-то молча настраивается на нужный лад, кто-то в последний раз повторяет выученные стихи. Все эти ребята мечтают о сцене. Желающие стать режиссерами приезжают не только из районов Чувашии, но и из соседних регионов. Михаил Хайетов из Яшкаралы. В нашей стране эта профессия актуальна и не останешься без хлеба. Если говорят то, что артист – это исполнитель роли, режиссер – он исполнитель спектакля или любого другого продукта, который он ставит. Режиссером должен быть человек, которому есть что сказать. Есть как показать свое видение, свою точку зрения. Разглядеть сценическое обаяние, дар и склонность к комплуа – вот задача номер один для членов жюри. По опыту, опять-таки, прошлых лет, очень творческие приходят ребята, очень интересные номера. И поступают у нас ребята и после школы, абитуриенты у нас есть и после школы, и много абитуриентов, которые поступают после профессиональных училищ. Было подано 161 заявление. У нас научное мы принимаем на бюджет 50 человек. То есть есть бюджетные места по всем направлениям подготовки. Постигать секреты танца и режиссуры им предстоит 4 года. А через несколько лет на сценах Чувашии и России зажгутся еще несколько новых звездочек, известных пока только преподавателям Чувашского госинститута культуры и искусства. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Учение с увлечением. Ребята из Костюмерской общеобразовательной школы Вурнарского района даже в каникулы заглядывают в класс, где проводят занятия учитель Дмитрий Ириков. О том, как можно заинтересовать детей, в нашем сюжете. Учителем Дмитрий Петрович работает всего 5 лет. Преподает географию, труд и изо. Последний предмет – благодаря своему умению видеть красоту и необычность в любом предмете. Материалы для творчества всегда под рукой, утверждает Дмитрий. Надо лишь уметь с ними обращаться. С помощью резцов по дереву и аппарата для выжигания Дмитрий Петрович с учениками создает настоящие шедевры. Красивые и оригинальные. Из последних работ, то, что участвовали мы в конкурсе, даже во всероссийском и международном, книга называется «Книга-сувенир. Красная книга». Примерно мы вот эту работу, наверное, где-то вот за 3-4 недели сделали. Сувенир «Красная книга» занял призовое место во всероссийском конкурсе «Зеленая планета». И это далеко не единственная работа, которая получила признание жюри и зрителей различных конкурсов. Участники кружка, которые ведет Дмитрий Ириков, учатся не только технике изготовления поделок, но и усидчивости, терпению и целеустремленности. У меня в руках робот. Я его начал делать с 6-го класса. С этим роботом в районном конкурсе я занял второе место. Даже у самых маленьких участников кружка получаются работы, которые сможет сделать не каждый взрослый. Дмитрий Петрович учит ребят верить в свои силы и никогда не сдаваться. Эта техника называется «Военный вездеход». Я в будущем хотел бы стать инженером. Заниматься техникой и работать на ней. В своих работах Дмитрий Петрович старается показать во всей красе все то, что окружает его. Родные бескрайние просторы, леса, поля, домашних животных и многое другое. Декоративно-прикладному искусству он никогда не обучался. Всему его научил его отец, который был плотником. Занимаюсь, наверное, для души, наверное. Больше всего то, что начинаешь делать, потом конечный результат появляется, уже интересно. Денис Кашин, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова